Я читал программу Явлинского «500 дней», как письмо, которое писал Кот Матроскин, Шарик, и дядя Федора родителям, где все хорошо, только шерсть отваливается. Какая разница между романтиками 80-х в СССР, которые верили в то, что экономические свободы быстро поставят СССР на новые рельсы, и либертарианцами сейчас, которые уверяют нас, что рыночек помешает в прекрасной России будущего? Нет ли в этом наивности, как у реформаторов новой России? А какая романтика в 80-х СССР? Что экономические свободы быстро поставят СССР в ряд передовых развитых стран? Вчера было «90 лет Горбачеву». Я не стал писать на «90-летие Горбачеву». Я хочу сказать, что это абсолютно слабый человек, как экономически он абсолютно 0,0000 в периоде, вообще не понимающий ничего. То, что он не кровожадный и не злой, это, конечно, абсолютная его заслуга, то, что он не людоед. Но он не смог это все удержать просто из-за своей личной слабости, а не из-за того, что он хотел всем свободы и процветания. Если вспомнить Алма-Ату, Сумгаид и Вильнюс, и умолчание – это является, по сути, преступлениями против народа. Умолчание о Чернобыльской катастрофе – это мировое преступление против человечности. Именно умолчание, а не сама катастрофа. Его талоны, то есть в 87-м году у него была поддержка 70%, в 89-м – 2%. Здесь ключевое слово – талоны. То, что Путин пытается отсрочить, и то, что они абсолютно точно сделают – это талоны. Талоны на еду. Они обязательно будут, потому что совки находятся в своем совковом туннеле. Они как в андронном коллайдере. Они не могут из него выйти. Никуда не смогут никогда выйти. Они не могут ничего придумать. У них креатива ноль. То, что Горбачев, у него провалилось ровно все, за все, что он брался. Перестройка провалилась. Ускорение научно-технического прогресса провалилось. Гласность не провалилась. Здесь, да, гласность не провалилась. Гласность позволила… Она-то и положила конец всему. Она положила конец всему политика штатов с нагнетением, сгонкой вооружения во многом на словах и поддержанием низкой цены на нефть. Они попали в ножницы после вторжения в Афганистан. Потому что старые клинические маразматики решили, что слишком уже в конце 70-х все хорошо и решили повоевать. Причем Брежнев этого не хотел, потому что он в свое время навоевался. Но, к сожалению, пошли и от мощной страны в 300 миллионов человек и от реально второй экономики в мире до абсолютного говна прошло 11 лет. Я думаю, что Путин справится быстрее, потому что он в этом же коллайдере находится. Но Путин не окажется слабым, как слабым оказался Горбачев. Да, он будет стрелять в толпу. Нет, он будет стрелять в толпу обязательно. То есть мы, к сожалению, будем этому свидетели. И стрельба в толпу, и талоны – это, к сожалению, ближайшее будущее. Я отвечу на вторую часть вопроса тогда очень быстро. В чем разница между романтиками 80-х и либертарианцами сегодня? Романтики 80-х – идиоты. Да. В том числе потому, что не готовы были брать политику в свои руки, не готовы были принимать решения, которые должен быть, принимать политик в какие-то исторические переломные моменты. Потому что если ситуацию в руки не возьмешь ты, ее возьмут мерзавцы и негодяи. Что и произошло в 90-х годах и привело к тем процессам, которые в итоге случились. Вот мое… Не было среди романтиков 80-х политиков ни одного. Да, я читал программу Явлинского «500 дней». Это… Явлинский – это просто эталон, эталон. Это как письмо этому султану, видимо, который писали запорожцы, каждый ставил свое слово. Вернее, как письмо, которое писал кот Матроскин, Шарик, и дядя Федора родителям. Вот, где все хорошо, только шерсть отваливается. Вот, там… Дерегулировать хождение валют. Вау. А снизить там налог, кооперативное движение, позволить частным компаниям заниматься крупным производством. Вау. Дальше. Строить больше гаражей. Ага. То есть гаражи все еще это государственная прерогатива. То есть там вот каждый, кто мог всунуть что-то, видимо, я не знаю, какого они писали это состояние. То есть показывает о том, что никакого… Я ее взял, недавно прочитал, потому что я понимал, что нужна программа для Навального, нужна до этого. Как мне казалось, программа, но они отказались для «Открытой России». Вот. Я подумал, что я больше ни к чему не примкнул и не буду частью чего-то, у чего нет четко прописанной программы. Угу. Вот. И прочитал программу «Пятьсот дней», я в какой-то момент, я вот плакал и смеялся одновременно. Вот на гаражах я дальше просто читать дальше вынужден взял паузу. То есть люди полнейше вообще просто абсолютно не понимали, как работает вообще рынок, что это такое, что такое частная собственность. То есть в принципе, что что-то может быть частным, они тогда, будучи светилами экономическими, будучи очень либеральными и просто богами либерализма, вообще просто нихера не отдупляли вообще что-то такое частное собственность. Ну, книжные дети, неудивительно. Но мне кажется, здесь ответ… Ну, книжные дети, выросшие в тюрьме народу. Угу. Но мне кажется, здесь… Это как кубинцу… Вот, простите, простите, пожалуйста, это вот как кубинцу… Вот я считаю, что если в Кубе все кастры одновременно умрут, там нельзя проводить выборы, потому что, опять-таки, вот как советские люди, так и кубинцы, где третье поколение уже рождается в тюрьме, в настоящей тюрьме, это не как Советский Союз, это гораздо хуже. Вот, третье, люди на острове едят замороженную рыбу и в тропиках едят зеленые помидоры, это полный вообще просто мрак. Тот, кто туда ездит на свадьбу, это как все равно ездить на свадьбу в Освенце. Вот, но там нельзя проводить выборы, потому что они недееспособны. Это как люди, которых, не знаю, битцевский маньяк держал в подвале с малолетства, насиловал их, забирал их детей. Как они потом… Им нужно… Ну, их нельзя… Их интегрировать в нормальную жизнь, потребуются годы, чтобы они просто привыкли, поняли, как это вокруг все существует. Так же и нынешние советские люди, они вот к вопросу о голосовательном праве. Вот это абсолютно то же самое. Я видел этих людей, я с ними общался. Приезжает водитель в количестве двух возить нас на этой старой «Волге», потому что он умеет водить, а она знает 300 слов на английском. И им достаточно 5 долларов за день, и я реально сидел просто… у меня просто лились слезы. Ну, это… ну, это… мы просто в Освенце находимся, это концлагерь. Я… И наша страна такой же концлагерь был 70 лет, чуть помягче. Ну, в таком случае… Да. И Путин сейчас строит такой же концлагерь. Я полностью с тобой согласен, это просто тот способ, которым номенклатура утверждает своя власть, она делает, она внушает эту выученную беспомощность, чтобы люди, в принципе, не мыслили, не могли предложить альтернативы и не мыслили себя как субъектами. Но я бы все-таки настоял на том, что акценты нужно расставлять немножко иначе, потому что когда ты продолжаешь педалировать вот эту мысль, что, значит, люди не готовы выбирать, люди, значит, не понимают, что происходит, ты… Вот если мы говорим там про пиар, про распространение какой-то идеи, это не та риторика, которая способна выиграть тебе сторонников. И в этом смысле это причина, почему я там поддерживал Трампа, почему я говорю, что Трампа… Вы политик, я-то нет. А, ну, хорошо. Это справедливое… Я вина продаю. Это справедливое замечание, я согласен, да. Но о чем я на своих эфирах говорю постоянно и с чем я полностью согласен, это что история просто не знает ни одного примера, где демократию поставили впереди экономики и получилось что-то хорошее. Вот в Южной Америке эти эксперименты проводятся просто регулярно и приводят к одному и тому же результату, приводят к обнищанию. Да, вот в Венесуэле демократию поставили впереди экономики, ничего хорошего не получилось. В странах, где экономику ставят немножко впереди демократии, получается неплохо. Да, у нас перед глазами и Япония, у нас Чили, разумеется, у нас перед глазами Южная Корея, которая тоже...